Прожить с человеком полвека, но при этом, как в день свадьбы, смотреть на него влюбленными глазами – это и есть счастливый брак. С этим счастьем знакомы и те, кого в минувший четверг чествовали в Видновском ЗАГСе. Представители районной администрации уже по традиции поздравили юбиляров золотой, изумрудной и бриллиантовой свадьбой. Кроме того, 18 декабря работники органов ЗАГСа в России отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому мероприятие получилось вдвойне торжественное и радостное. 93 года назад в России были образованы отделы записи актов гражданского состояния, сокращенно ЗАГС. За все время своего существования эта структура превратилась в целую систему по защите законных прав граждан. Ведь в ЗАГСе не только регистрируют браки и рождение детей, а это огромный спектр услуг, без которых современный человек не может представить свою жизнь. Огромной заслугой руководителя органов ЗАГС является то, что мы сегодня проводим мероприятие по честному юбиляру. Это очень серьезный стимул для людей. Это наше отношение с нашим юбиляром, это поддержка семейных пар. И, конечно же, определенным образом это является напутствием для молодых пар. То есть это пример того, как надо беречь семейный очаг. Очень торжественно, очень мило. Очень хорошо, что много столько пар. Я очень рада, что в это время, в 64-м году, много поженились. Виталий и Галина Рубинские познакомились еще в глубоком детстве, но жизнь развела их по разным городам. А спустя некоторое время, когда Галя училась в институте, она снова встретила Виталия. С тех пор, вот уже на протяжении 55 лет, они не расстаются ни на день. Друг без друга не можем. Мы так и говорим. Я ноль, без палочки. У нас такого не было, чтобы мы как-то вот с ним поссорились как-то. Не было. Ну, что-то бывает, какие-нибудь что-то. Мы стараемся все это в шутку перевести. В общем, нам с ним интересно. Помимо честования пар, которые прожили в браке 50, 55 и 60 лет, поздравления в этот день принимали работники ЗАГСа. Надо отметить, что 2014 год для Ленинского управления ЗАГС прошел очень продуктивно. В перинатальном центре было открыто отделение, где можно прямо на месте регистрировать рождение ребенка. В самом дворце бракосочетания был сделан ремонт. Да и показатели количества заключенных браков увеличились. У нас действительно в этом году, так можно сказать, одни положительные моменты в нашей жизни. Во времена нестабильной экономической обстановки в стране, когда на многом приходится экономить, администрация Ленинского района не намерена прекращать эту добрую традицию честовать юбиляров. Мы обязательно будем честовать юбиляров совместной жизни, потому что это, есть такое выражение, кто не помнит прошлого, тому не знать будущего. Мы помним, мы знаем этих людей как пример для того, чтобы молодое поколение знали, как надо жить, как надо строить совместную жизнь. И действительно, смотря на эти долгие счастливые браки, начинаешь задумываться, что развестись-то легко, но если вы выбрали себе человека, с которым хотите прожить жизнь, значит, необходимо вместе преодолевать все проблемы. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.